Эй! Эй! Россиянка правит миром! Эй! С такой горячей поддержкой Россиянка начала второй матч в рамках 1-16 финала женской лиги чемпионов против боснийского клуба Сараева. В Боснии химчанки сыграли 0-0, поэтому ничья не устраивала соперниц, нужна была только победа. Хозяйки поля, превосходящие соперниц в классе, сразу прижали их к воротам. В первой встрече рисунок игры был точно таким же. Россиянка действительно очень хорошая команда. Она очень хорошо проявила себя в Сараево. Дома мы играли от обороны и понимали, что на своем поле соперник будет играть еще более агрессивно. Весь первый тайм Россиянка провела на чужой половине поля. Раз за разом химчанки создавали голевые моменты. Однако, как и в выездном матче, забить не получалось. Несокрушимость ворот удалось нарушить только после перерыва. Подачу с фланга замкнула Инесс Нрехи. Казалось, россиянка разовьет успех. Но рефери матча назначила в ворота хозяек довольно спорные пенальти. Полузащитник Сараева Джакович уверенно его реализовала и обеспечила болельщикам валидольную концовку матча. Чтобы выйти в одну восьмую финала, россиянке нужно было забивать. Но мяч, как заколдованный, снова не шел в ворота. Истекло основное время матча. Судья добавил 4 минуты. Футболистки Сараева уже мысленно представляли себя в следующем раунде Лиги Чемпионов. Но вышедшая на замену Эстель Нахи одним кивком головы разрушила их планы. Благодарен девчонкам за то, что проявили прежде всего очень морально-волевые качества. Настоящие бойцы. Что можно им сказать? Просто честь и хвала. Следующего соперника россиянки в одну восьмую Лиги Чемпионов определит жеребьевка, которая состоится 17 октября в Женеве. Евгений Назарюк, Алексей Житких, Дмитрий Куликов. Служба новостей.